Здравствуйте! Вы смотрите программу «Простые вопросы». Сегодня на них отвечает Дмитрий Амелькин. Он главный врач Республиканской клинической больницы номер один. Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Мордовии по координации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечными заболеваниями. Член Общественной палаты Российской Федерации. Говорить будем о коронавирусе и о его последствиях на сердечно-сосудистую систему человека. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич. Накануне буквально мы узнали, что ушел из жизни знаменитый режиссер, артист Владимир Меньшов. И пусть ему было уже за 80 лет, но все-таки говорят, что причиной смерти стали последствия коронавируса, пневмонии и не выдержало сердце. Вот насколько коронавирус влияет на сердечно-сосудистую систему человека? Насколько вы встретились с усилением этих заболеваний? Новая коронавирусная инфекция живет уже с нами второй год. Изначально ученые говорили, что она влияет только на легочную ткань, поражает только ткани легких, а изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, они вторичны за счет того, что там хроническое кислородное голодание, гипоксия. Но по мере накопления новых фактов стало известно, что новая коронавирусная инфекция, так называемая SARS-CoV-2, она попадает в клетки через определенный белок. И этот белок есть не только в тканях легких, он есть в тканях сердца, он есть в головном мозге. И попадая в сосудистые ткани, и попадая туда, этот вирус вызывает частичную гибель клеток, воспаление сердечной ткани, воспаление мозговой ткани. Кроме того, он отрицательно влияет на сосудистую стенку, вследствие чего возникает воспаление, усиливается образование тромбов. И вот эти вот тромбы, они приводят к тому, что повышается риск возникновения инфарктов, инсультов и тромбой боли легочной артерии. Так что вирус, он всеобъемлющий. Ну вот слышали, конечно, такие неприятные истории, даже с моими знакомыми, когда они после коронавируса уже, казалось бы, вылечились и по плану выписка, но за день и за два до выписки люди умирали, и именно сердце или тромбы, я не могу сказать точно какой диагноз, но тем не менее, вот за день и за два до выписки их не стало, они уходили в мир иной. Почему нельзя было это предотвратить, тем более в условиях стационара? Ну, как я уже говорил, вот эта новая коронавирусная инфекция, она вызывает выраженное образование тромбов и в сердце, и в сосудах. Особенно неблагоприятный прогноз у тех пациентов, у кого уже есть ванамность заболевания сердечно-сосудистой системы, атеросклеротические бляшки, нарушение ритма сердца, возможно, перенесенный инфаркт и инсульт. Вот эти тромбы, образуясь в сосудах, в сердце, они, ну, в простонародье, отрываются и уходят в легкие, закупоривают крупные сосуды легких и вызывают внезапную смерть. Это является основной причиной. Для того, чтобы не было этих осложнений, пациенты уже с момента поступления начинают получать лекарственные препараты, которые снижают риск тромбообразования. Это гепарин, непрямые антикоагулянты. Они достаточно эффективные, и причем многие из этих препаратов, допустим, непрямые антикоагулянты, пациенты принимают уже и после выписки стационара на протяжении от месяца до трех и больше. Да, они снижают, существенно снижают риск тромбообразования, но, к сожалению, стопроцентной гарантии они не дают. А как вот сердечники, гипертоники переносят коронавирус? Ну, практически все хронические заболевания в организме, они ухудшают течение коронавирусной инфекции, а в особенности это касается болезни системы кровообращения. В этой ситуации возникает дополнительная нагрузка и на головной мозг, и на сердечную мышцу, и сосуды, и организм с ней не всегда может справиться. Выход в данной ситуации только один. Это своевременная вакцинация против коронавирусной инфекции, которая или полностью предотвратит инфекцию, или значительно снижает ее тяжесть. То есть делаем? Обязательно. Когда все-таки нужно человеку, переболевшему ковидом, дальше идти обследовать свое сердце, свои сосуды, вот есть какой-то период, после которого надо уже прям вот вплотную заняться своим здоровьем? Ну, новые коронавирусные инфекции, даже перенесенные в легкой форме, она вызывает существенные осложнения. Мы прекрасно знаем, что у многих сохраняется нарушение обоняния, извращенный вкус, у кого-то возникает нарушение сердечного ритма, нарушение психики, поэтому все пациенты после выписки из стационара, они должны наблюдаться незамедлительно у участкового терапевта по месту жительства. Кстати, начиная с июля, с 1 июля этого года в Российской Федерации стартовала программа так называемой углубленной диспансеризации пациентов, перенесших острую коронавирусную инфекцию. Она будет проводиться в поликлиниках по месту прикрепления и включать в себя два этапа. На первом этапе пациента будет осматривать терапевт, будут назначаться дополнительные методы исследования, сатурация крови, то есть насыщение кислорода крови, флюорографическое исследование, биохимические анализы, в том числе анализы на повышенные тромбообразования. После того, как будут готовы эти анализы, пациента будет смотреть врач и решать. В случае, если есть какие-то изменения, пациент будет направляться на второй этап диспансеризации, где будут проходить СДС сосудов нижних конечностей, УЗИ сердца или их кардиоскопия, и компьютерные томографии внутренних органов. Уже на основании вот этого комплекса обследования будет приниматься решение о необходимости назначения пациенту либо лекарственных препаратов, либо коррекции невидикаментозной. А, кстати, вот эти вот исследования, они будут платно проводиться или нет? Все эти исследования не проводятся в рамках программы обязательного медицинского страхования дополнительная, еще к имеющимся диспансеризации. И дополнительно вот на эту углубленную диспансеризацию с федерального бюджета всем регионам Российской Федерации выделяются дополнительные денежные средства. И все-таки какой вот этот оптимальный период после того, как тебе сняли диагноз коронавирус, ты вроде бы выздоровел, стоит спешить проверить свое сердце? Ну, в течение двух-трех дней после выписки стационар, они проходят определенный этап карантина. После того, как закрыт больничный лист, закрыт больничный лист, пациента уже необходимо обследовать. Ну, там есть определенная тактика, где-то через 2-3 месяца после выписки стационара. Но в той ситуации, если у пациента уже во время стационарного лечения выявлено нарушение стороны сердечно-сосудистой системы, то, как правило, специалисты стационара, они уже дают рекомендации, потому что всех пациентов с коронавирусной инфекцией и с отчетной сердечно-сосудистой патологией в стационарах смотрит кардиолог, и уже там уже начинается лечение. Сердечно-сосудистые заболевания, они занимают первое место среди заболеваний, болезней человека. А вот какова статистика коронавируса и кардиологических болезней? Ну, многоцентровые исследования, которые будут говорить о том, как влияет коронавирусная инфекция, как она уже повлияла на течение сердечно-сосудистой заболевания, они сейчас идут, и они еще не завершены. Но предварительно можно сказать, что частота заболеваний сердечно-сосудистой системы, она существенно выросла. И причин здесь несколько. Ну, первая причина, как мы уже говорили, сам коронавирус влияет негативно на... И он сам вызывает болезни системы кровообращения, такие как миокардит, инфаркт, инсульт и так далее. Второе, коронавирусная инфекция, она ухудшает течение имеющейся патологии со стороны сердечно-сосудистой системы, потому что это дополнительная нагрузка. Ну, третья причина, о чем я и говорила в том году, ну, не секрет, что с учетом во время эпидемии, было перепрофилировано терапевтических стационаров для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Ну, и четвертая причина, то, что некоторые пациенты, они из-за боязни в том году не проходили диспансеризацию, отказывались. И, естественно, немножко время было упущено. Ну, вот все-таки, да, как сейчас с плановыми операциями на сердце, с плановыми и с экстренными операциями? Ну, на сегодняшний день в Республике Мордовия плановая и экстренная оперативная помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией, она оказывается в полном объеме. У нас функционирует два региональных сосудистых центра. Один региональный сосудистый центр, это на базе Мордовской республиканской центральной клинической больницы, где проводится весь комплекс экстренных и плановых оперативных вмешательств. Но с учетом эпидемиологической ситуации, региональный сосудистый центр на базе 4-й республиканской клинической больницы, он работает для пациентов с инфарктами, инсультами и с отчетной коронавирусной инфекцией. И этим пациентам также оказывается помощь, и при необходимости также производится эстентирование коронарных сосудов и операции на головном мозге. Ну, да, это те, кто заболел. Да, те, кто заболел. Те, кто, к счастью, не заболел, но им требуется все равно лечить сердце, да, они, как им, приходится все равно ждать очередь здесь, ждать, когда пройдет эпидемия? А нет, они оперируются на базе Мордовской республиканской клинической больницы, центральной республиканской клинической больницы, при необходимости направляются в федеральные центры. Это в Пензу, Москву, Санкт-Петербург. Третья волна коронавируса, по сути, она началась, да, статистика заболеваний растет. Какой алгоритм лечения кардиологических больных вот сейчас вы выработали на основе опыта или строится сейчас уже? Ну, лечение, собственно, коронавирусной инфекции, коронавирусной инфекции с сочетными патологиями, в том числе заболевания сердечно-сосудистой системы, оно происходит сейчас на базе временных методических рекомендаций, которые утверждены Минздравом Российской Федерации, и включает в себя обязательные назначения противовирусных препаратов, препаратов, которые влияют на свертывающую систему крови, препаратов, которые блокируют цитокиновый шторм, предупреждают ее развитие, ну и при необходимости назначения других лекарственных препаратов. В случае, если у пациента имеет место сочетные патологии, к примеру, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, артериальной гипертонии, то данные пациента в обязательном порядке осматриваются кардиологом совместно, и уже исходя из этого происходит коррекция терапии, потому что часть противовирусных препаратов, они при сочетании с сердечными препаратами, ну, влияют друг на друга, где-то приходится уменьшать дозу, где-то назначать альтернативный лекарственный препарат, поэтому здесь идет только комплексный подход. А на какие симптомы надо обращать внимание, чтобы понять, да, вот срочно надо обращаться к врачу? Ну, мы с вами уже говорили, что все пациенты после перенесенной коронавирусной инфекции, они должны наблюдаться у участкового терапевта, который составляет план обследования, составляет план лечения. Сюда относятся и немедикаментозная терапия, так называемые, и модификации образа жизни, рекомендации по соблюдению режима труда и отдыха, избегать психоэмоциональных перегрузок, обязательно бросить курить, избегать употребления алкогольных напитков, потому что все это неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Только комплексный подход, он может быстрее справиться с последствиями коронавирусной инфекции, особенно если имеет место сочетание с болезнью системы кровообращения. Но в том ситуации, если у пациента внезапно после перенесенной коронавирусной инфекции появляются нарушения ритма, возникает выраженная одышка, отеки на нижних конечностях, то это повод к достаточно скорому обращению к врачу. Сердечно-сосудистые заболевания, являются ли они противопоказанием против вакцинации? Согласно временным методическим рекомендациям по вакцинации, которые утверждены буквально недавно Министерством здравоохранения Российской Федерации, противопоказанием для проведения вакцинации являются аллергические реакции, выраженные аллергические реакции, такие как анафилактический шок в анамнезе, это первое. Второе, это непереносимость вакцины, первого или второго компонента, и обострение хронических заболеваний. В этой ситуации вакцинацию проводят через 2-4 недели после стихания заболеваний или ремиссии, выраженной ремиссии. Сердечно-сосудистые заболевания не являются абсолютным противопоказанием для вакцинации, но в любом случае перед вакцинацией пациент обязательно смотрит врач, который и решает, какой из имеющихся вакцин необходимо привить данного конкретного пациента. То есть это скорее как показание? Это показание, да, 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 это как показание. Спасибо вам за интересный разговор и что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? Ну, всем зрителям я хотел пожелать крепкого здоровья, 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 ну и чтобы коронавирусная инфекция она обошла всех нас стороной и побыстрее закончилась эта эпидемия. Спасибо большое. И я напоминаю, что гость программы «Простые вопросы» Дмитрий Амелькин, главный врач Республиканской клинической больницы номер один. Всем здоровья и до встречи. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»